Добрый вечер, уважаемые друзья! Мы снова находимся в студии нашего канала А2Апис и уже третие сутки подряд мы снимаем третью часть нашей беседы с Владом Белозеровым. Влад, привет! Здравствуйте! Мы стремимся и стараемся идти вперед как только получается, так быстро как получается, но к сожалению еще очень много вопросов осталось неотвеченных. Сегодня мы сделаем все возможное, чтобы пройти эти вопросы до конца. Еще раз просим прощения, если вдруг чей-то вопрос все-таки останется за кадром, а физически ответить на все вопросы будет крайне непросто. Итак, поехали! И первый вопрос сегодня от Вадима Муравкова. Добрый вечер! Узнал о вашем канале от А2А и сразу подписался, пересмотрел и увидел человека, который делится опытом, обращая внимание на всякие мелочи, и это дорогого стоит. Спасибо большое! И вам, Вадим, спасибо! Вопрос. Каждый идет к своей цели. У вас какая цель? Каких пределов вы хотите добиться в пчеловодстве? Смотрите, самое важное, он затронул, да, делится мелочами. На самом деле в пчеловодстве нет мелочей. Любая мелочь может вам стоить сезона, то есть поэтому в пчеловодстве мелочей не бывает и все очень важно. Любая мелочь может быть, скажем, повлиять на прием маток или, ну то есть, сделать вам сезон. Дальше, Андрей, вторая часть вопроса, что он спрашивает конкретно, я отвлекся. Какие у тебя цели в пчеловодстве? Цели? Ну, цели увеличивать пасеку, работать в удовольствие, то есть пасека будет увеличиваться до тех пор, пока мне это нравится, пока, ну, чтобы и получилось, так как пчела на медосборе с утра до ночи пахать и так же изнашиваться, мне тоже не хочется. То есть, пока в удовольствие я работаю, мне нравится, дальше будем продолжать работать. Я понял, хорошо, спасибо. Там есть у Вадима еще второй вопрос, но он относится к нам. С разрешения Вадима мы вопрос оставим за скобками, постараемся ответить на него в комментариях, потому как сегодняшняя встреча посвящена главному герою Владиславу Белогерова. Следующий вопрос Андрей Шульгин. Вопрос размытый, но вы поймете под темой. Сбыт мёта на пасеке 200+. Больной вопрос для всех. На данный момент розница, я уже говорил, так же работаем во всех направлениях, то есть сейчас создается союз промышленных пчеловодов, таможенного союза, скооперировались пчеловоды и пытаемся найти новые рынки сбыта, как на внутреннем рынке, так и выйти на внешние рынки. Поэтому вопрос глобальный, и если у кого-то есть желание, пожалуйста, будет съезд 2-3 ноября, можете приехать в Ростов, принять участие, кому это интересно. Если у вас крупные пасеки от 100 семей, то как бы двери открыты, можете присоединяться, работать вместе с нами и решать вопросы вместе. Причем вопросы не только по сбыту, но и по общественной деятельности и так далее. А если у меня 99 семей и 1 отводок, можно я к вам приеду? Можно. Тебе все можно. Ты сам планируешь участвовать в ЛАД? Да, я уже как бы в союзе. Расскажи, зачем тебе этот союз? Что ты рассчитываешь от него получить и что ты планируешь ему дать? Андрей, я еще раз говорю. Вопросов много. Вопрос взаимодействия с властью. Пчеловод один никто. Поэтому только объединившись, сейчас делается Всероссийская общественная организация, и только на этом уровне можно разговаривать, допустим, с властью. По траве пчел серьезная проблема. Поэтому тут вопросы глобальные. Поэтому один пчеловод ничего не делает, только объединившись. Дальше. Вот это попытка серьезных пчеловодов объединиться в стремлении, чтобы власть начала полноценный диалог, потому что в одиночку ничего не получается. Правильно? Приверно. Окей, следующий вопрос. Спасибо, Влад. Василий Р. Здравствуйте, Влад. Хотел спросить. Вот вы упомянули по рамочной работе. Работаю в двухкорпусных доданах без ганемановской решетки. Без переборки рамок не получается развить должным образом семью. Забиваю середину либо пергой, либо медом, тем самым ограничивая гнездо для откладки маткой яиц. Как упростить работу с переборкой рамок и как у вас с этим дело? Мы тоже работали с доданами и были те же самые проблемы. То есть порамочная работа. У всех эти. Как только мы перешли на десяти рамочники и стали использовать решетки, магазины, во-первых, для того, чтобы у пчели было куда складывать нектар, должно быть место. Поэтому всегда должен быть объем гнезда. Если у вас два корпуса и больше ничего нет, то как только кончится место, пчел начнут заливать гнездо. Вообще полностью могут залить весь улей. Поэтому я считаю, что улей должен быть разделен на две части. На гнездовую часть и магазинную. Разделен ганеманской решетки. Я не представляю, сейчас работает без нее. Владимир Вадимов. Какую породу пчел наиболее оптимальна и содержать на промышленной пасеке 200+. Плюсы и минусы пород в определенных регионах. Я думаю, основные вопросы промышленников, которые ожидают породы, это весеннее развитие, райливость, потенциал недопродуктивности, зимовка, болячки, миролюбие, затраченное время на одну пчелосемью. Влад, я думаю, не одну породу испытал и есть с чем поделиться. Спасибо за информацию, что делитесь. На приз не претендую. Нет уж, Вадим, уже претендуете. Я с Украиной, доставка будет нерациональна в данном случае. Я, Вадим, уписал, что если он все-таки победит, мы найдем разумный способ вручить приз. Но конкуренция за приз очень высокая. Андрей, попробую как бы так зайти. Значит, мы работали с дворняжками, работали с Карпаткой, то есть с пчелой, которой не вела селекционная работа. Поэтому все, что он перечислил, вот эти вот качества, это и есть хозяйственно полезные признаки, которые пчеловод ценит в пчеле. То есть медопродуктивность, зимостойкость, устойчивость к заболеваниям и много-много-много других. Поэтому, когда мы перешли на Карнику, а я уже говорил, с Карникой ведется селекционная работа на протяжении 70 лет, этих хозяйственно полезные признаки передаются очень хорошо. Наследственная передача КПП хорошая. Поэтому я советую пробовать работать с пчелой на крупных пасеках. Опять, 200 плюс это не промышленная пасека, то есть это хорошая крупная пасека, я считаю. И хороший материал пробуйте для своей местности, как для себя. Карникой, Бахфаст может быть. Я ничего не могу сказать по Бахфасту, но по Карнике я довольна. Итак, следующий вопрос задает. Игорь Киреев задает следующий вопрос. Здравствуйте, Влад. Хочется услышать, как добиться одинаковых семей на пасеке. Какую работу поделываете вы? Спасибо за информацию. Ну, секрет успеха, я считаю, это сильные семьи. То есть и хороший материал. Ну и технологии, наверное. Все, в принципе, мне добавить нечего. Я как бы уже затрагивал эту тему. Ровные семьи все-таки это больше хороший материал, с которым вела селекционная работа. С дворняжками вы не будет никогда сильно ровной пасеки. И одну и ту же работу планово делать не получится. Окей. Я у господина Кашковского часто слышал в его выступлениях, не знаю его это выражение, но он, судя по всему, кого-то цитировал из своих коллег, в силенных семьях все спасение. Следующий вопрос. Абсолютно согласен. Задают пользователям с ником два веселых трутня. Я знаю, что за этим ником кроются два друга, которые, я так понимаю, занимаются пчеловодством. Они у нас участвовали в предыдущем розыгрыше приза. Поэтому у нас была короткая переписка. Я похвалил ник, знаю, что там два друга. Прямо как мы с Андреем. Ну, хотя трутень у нас только один, не знаю. Поехали. Вопрос следующий. Болтливый. Интернет взорвала новость Илона Маска о том, что в 25-м году он собирает первую экспедицию на Марс, причем ее специфика в том, что в нее будут включены обычные люди. О профессионалы в сельском хозяйстве. Причем он заявил, что в состав колонизаторов обязательно будет включен пчеловод. Подбор кандидатов будет производиться посредством анализа каналов Ютуба. рандомным сбором. Причем насчет пчеловода, он отдает предпочтение россиянам. Сейчас, секундочку. Так вот, сам вопрос Владу. Если ему выпадет честь представлять пчеловодов на Марсе, то кого он предпочтет взять с собой? Жену или десяток маток Бакфаст-карники? Второй вопрос. Будет ли он пытаться приспособить манипулятор для разгрузки ульев к марсоходу? Третий. Как он планирует развивать пчеловодческую отрасль на Марсе? С чего и как начнет, имея уже богатый опыт, условия на Марсе, допустим, как на Земле? Веселые ребята, правда. Ну, смотрите, до Марса лететь, я так понимаю, несколько лет, поэтому со мной особо весело не будет, поэтому лететь надо как раз ребятам этим. Я понял. То есть ты предпочитаешь жену все-таки, чем все? Ну, наверное, да. Я понял. То есть вырастить матку – это одно, а вот как она оплодотворится – это второе, а третье еще, когда ее подсаживают, потом бывает матку бьют. Ну что, друзья, посмотрим. Работаем без дыма, а сегодня всего лишь 9 апреля. Ай-яй-яй-яй-яй. Ну, это хорошо, это мы будем водить трутни, и эти нам мальчики тоже нужны. Ну что, двигаемся дальше. Спасибо, ребята, повеселили вопросом. Молодцы, очень творчески подошли. У меня даже был порыв проверить, не фейк ли это, но потом я все-таки понял, что два веселых трутня могли задать любой вопрос. Не проверял, но вы молодцы. Следующий вопрос. Савр Гадыныч. Какими новшествами в пчеловодстве пользуешься и мог бы рекомендовать? Спасибо, давно смотрю оба канала. Есть что взять на вооружение. Имел в виду типа ящик-стартер, шестирамочник для увеличения количества, полоски глицерина, пищавелька, кислоты и так далее. Понял. Андрей, смотрите, отвечу так. У меня нету каких-то суеверий, каких-то предпочтений. Мы работаем со всем, что есть. То есть пробуем все. Все, что работает, у нас приживается. Все, что не работает, оно само собой отваливается. Поэтому используем все в издукодувке, удалители, изоляторы. Все, что угодно. Камил Магомедов. Магомедов, да, Андрей, задавай, пожалуйста. После отбора меда, что вы делаете с гнездовыми рамками? Какая... Так, откачиваете ли вы гнездовые рамки и как обновляете гнездо? Так, ну с последним вопросом я уже отвечал на него. Опять же, что мы сделаем с откачанными гнездовыми рамками? Мы их не откачиваем. Поэтому мы их только отбраковываем. То есть рамка, если мы сократили их осенью, она идет на подкормку весной. То есть мы не кормим там пакетами, не ложим канди, ничего. Мы просто даем рамку. Лежа, если 10 рамок. Если есть место, мы ее ставим за диафрагму и таким образом подкармливаем пчелу. И также на этих рамках формируются отводки. Поэтому весь мед, который есть в гнездовых рамках, он уходит в тело, как бы идет. Но не на откачку. Потому что очень, значит, гнездовые рамки, значит, в гнезде мы производим обработку и качество меда, чтобы не страдало. Следующий вопрос задал Владимир Литвинов. Во-первых, хочу поблагодарить Владимира. Он, наверное, лидер по количеству вопросов. По большому счету, можно было бы организовать отдельную передачу, которая называлась бы «Влад Белозеров отвечает на вопросы Владимира Литвиновича, заданные на канале Влад Белозеров». Андрей, я прочитал твой комментарий, когда ты написал под этими вопросами. Вы хотите взять Влада измором? Да-да-да. Я очень благодарен Владимиру и прошу у него прощения, потому что часть его вопросов пересекалась с вопросами других зрителей. Поэтому мы, чтобы соблюсти квалитет и уважение ко всем нашим слушателям и зрителям, зададим лишь часть его вопросов, потому что действительно было очень много. Итак, поехали. Вопрос номер один. Возможно ли эффективное применение флоу-рамок в промышленном мчеловодстве? Флоу-рамка, я так понимаю, это пластиковая рамка, куда вставляется ключ, проворачивается, соты смещаются, и мед вытекает как бы самотеком. Много истекающие, да. В промышленном мчеловодстве такие рамки непригодны. Только, я вообще считаю, что даже в пчеловодстве, даже не промышленном, а в любительском, там скажем, 100 семей, мне сложно представить работу с такими рамками. Это Лужков мог бы такими рамками только пользоваться, да? Может, уже пазика есть? Ну, вот так. Я думаю, там себестоимость этой рамки приблизительно как комплект на улей, на весь деревянный. Ну, классическое там. Значит, Владимир Литвинов благодарит за каждый ответ на каждый вопрос. Я повторяться в свое разрешение не буду, но он очень интеллигентно поблагодарил за каждый вопрос. Следующий вопрос. Необходимо ли весенний подогрев пчел для разгона пчел? Нет. Я считаю, что это бесполезно, тем более, если мы говорим о крупных каких-то пасеках, это даже сложно представить, как это все сделать, организовать. Мы делаем, мы всегда сокращаем вес сторонних ужимания гнезд. Скажем, после выставки у нас бывает температура опускается до минус 15 градусов. Поэтому спасение только в сильных семьях, как ты уже сказал, это один из факторов. И ужимание гнезда, то есть, чтобы борода была на нижних пусках рамок. Да, ты их подогрел, матка начала червить, все хорошо, у тебя раз и мороз ночью. Или еще что-нибудь. Или что-нибудь заморозил, Андрей. Андрей, отключили свет на 2 часа, на 3 часа. И, ну, не знаю, тут уже ты просто становишься зависим. Мне кажется, основной риск подогревания искусственного пчел в гнезде заключается в том, что у них может сложиться ошибочное впечатление об общей температуре окружающей среды. Они полетят либо за водой, либо за взятком, либо за пыльцой. Просто погибают от того, что резко происходит попадание в отрицательную температуру. Да, такое может быть. Просто пчела не возвращается обратно в улю. Следующий вопрос от Владимира Литвинова. Имеет ли смысл высаживать павловню как медонос? Не знаю, не могу ответить. Следующий вопрос. Существует теория про злых пчел и они меньше болеют. Не завоз ли и разведение мирных пчел привело к массовому распространению заболевания пчел? Ну, тут частично, наверное, завоз пчел влияет на заболевания, так как вместе с пчелами заводятся сами заболевания. Скорее всего, в этом плане да. А если брать породные признаки и сопротивляемость к какому-то заболеванию определенной породе, ну, тут спорный вопрос. Скажем, опять же, берем карнику, с ней ведется селекция, и один из хозяйственно полезных признаков это устойчивость к заболеваниям. Поэтому семьи, которые страдают определенными болячками, они выбраковываются и не идут в дальнейшую селекцию. Поэтому со злыми пчелами, я так понимаю, они злые, если с ними никто не работает, и тут уже дело куча, то есть сопротивляемость будет такая разная. Сложный вопрос, сложно ответить. Не равно сопротивляемость заболеваниям? Наверное. Окей, следующий вопрос. Какое наиболее эффективное подрамочное пространство? Тоже сложно. У нас 4 сантиметра бывает, застраивают его. Поэтому 2 попробовать экспедиатировать. На промышленных во всем мире 2 сантиметра делают, как бы, пасеку? Влад. Следующий вопрос. Наиболее эффективная защита улев от грызунов во время зимовки? У нас очень эффективная защита. Я ничего не делаю. У меня все делает кошка с котом. Это просто спецназ, который уничтожает все живое. Птицы, мыши, ничего нету, ничего не делаю. Жди в следующий раз вопрос. Какого селекционного кота ты порекомендуешь приобрести на пасеку, чтобы он эффективно боролся? У меня кот и кошка, поэтому у меня селекционные котята бывают по два раза в год, если кому-то надо. Продаешь котящие пакеты или нет? Отдаем бесплатно. Я понял. Так, с этим понятно, с грызунами у тебя все хорошо, у тебя их нету. Следующий вопрос задает Андрей. Нет, подожди, там есть еще один вопрос интересный. Ваше мнение о райливости на рапсе? А, да, точно. Мы не кочуем на рапсе, поэтому я врать ничего придумывать не буду, ответить не могу. Егор Новиков задает вопрос. Сколько, по вашему мнению, нужно иметь семей, чтобы кочевое пчеловодство было рентабельно? Ну, тут сложно сказать, у каждого аппетита разные, разные медоносные базы, разные породы пчел, сами люди разные, поэтому, так скажем, в среднем, я думаю, 100 семей худо-бедно прожить уже можно будет. Опять же, в зависимости от региона. Понятно, это был у нас Егор Новиков, а теперь Алексей Новиков задает. Влад, почему пчелы, а не работа в офисе? Интересный вопрос, потому что я работал, точнее, учился, учился я на бухгалтер-экономист, техникуме в колледже, затем в институте мат-методов экономики проходили практику в офисах, и я там уже понял, что работать я по данным профессиям не буду, это не мое, это сложно, в общем-то, неинтересно. не работал я ни дня в офисе и не жалею об этом, мне нравится работать учевой. Спасибо, открываешься с новой стороны, нам бухгалтеры, как там? Пойду на вокзал, дам чемодан в камеру хранения и устроюсь где-нибудь работать. Сейчас везде нужны хорошие щитоводы. Виталий Охотник, вопрос, я пчеловод начинающий, четвертый сезон. Я так понимаю, пчелиных семей 50 плюс, судя по сокращениям. Задумываясь о съемных модулях с такого же прицепа, хотелось бы очень услышать ваше мнение, заранее спасибо, Украина. Это актуальный вопрос, интересный, смотрите, модуль будет дешевле, чем еще один прицеп, но чтобы снять его и поставить, вам потребуется определенное время, то есть вы грузите модуль. Поясни, для тех, кто не в теме, что такое модуль и чем он отличается от прицепа, в двух словах. Модуль это сварная конструкция, на которую ставятся ульи, и эта конструкция грузится на прицеп и перевозится. По приезду она выгружается, то есть приподнимается, ставится на отдельные ноги и стоит вне прицепа. Таких модулей на одном прицепе можно провести очень много. То есть если экономически посчитать, то есть купить, скажем, один прицеп и сварить пять модулей, это дешевле, чем купить пять прицепов. Но чтобы их загрузить и увезти, нужно потратить время. Опять же, мы везем два, три прицепа за раз, то есть на двух, на трех машинах с модулями, уже такой возможности не будет. Поэтому у них есть свои плюсы и минусы. Опять же, сам модуль он имеет вес. Я считаю, что возить нужно пчел, а не железяки. Ну, как бы, если посчитать, чисто математику взять, это выгоднее, чем... Понятно. Михаил Ушаков задает следующий вопрос. Как полностью перевести пасеку с местной пчелы на другую породу пчел и избежать ошибок? Ну, избежать ошибок это опыт, то есть, а как перевести? Ну, меняйте маток. По замене маток есть много способов. Как мы меняем маток, у меня есть на видео по системе содержания, где я подробно рассказываю. Там и Карпатку на карте поменяли, и, в принципе, работает это нормально. Процент хорош приема. Окей. Следующий вопрос задаю я. Задал Вячеслав Иноземцев. Владислав, добрый день. Как я понимаю, вы обслуживаете около 200 семей вдвоем, и с точки зрения современной эффективности труда в мировом понимании ваша пасека не является промышленной. Профессиональной, да, но не промышленной. Сукуба из-за количества. Тот же Ян Степлер в Канаде с несколькими сезонными рабочими обслуживает 1200-1500 семей. Вы сказали, что за несколько лет увеличили эффективность труда в три раза. Планируете ли вы увеличивать пасеку до промышленного уровня? Если да, то какие узловые изменения видите по сравнению с вашей текущей технологией? Вопрос понятен. Так, во-первых, я не считаю нашу пасеку промышленной. Даже булистка не промышленной. Я считаю, ну промышленные масштабы это ну хотя бы там тысяча семей. Ну, для меня даже тысяча, наверное, это хорошая крупная пасека. Промышленность для меня это маленько другое. Дальше, Ян Степлер это полторы пищи. насколько я знаю, тысяча сто, как он говорил весной, по-моему, так. Также, опять же, мы берем реалии в Канаде, то есть он сам высевает рапс, засаживает, привозит пчел, качевки не частые, не на большие расстояния, то есть там реальность другая, мы в другом мире живем, и при других условиях, поэтому тут сравнивать как бы некорректно нашу пасеку с пасекой Яна Степлера. Следующий вопрос, сколько планируем в мыле расти или нет? Да, планируем увеличиваться, я уже говорил, до тех пор, пока комфортно работать, пока это не будет в тягость, возможно, наемные рабочие, как бы я не исключаю этот вариант, но война план покажет. Следующий, там еще какой-то, что он еще спрашивал? Какие узловые изменения видите по сравнению с ним? Вот, 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 а вот это интересный вопрос, всегда есть при работе, я это называю узкое горлышко, например, вот я понимаю, что тысячу семей на прицепах на таких держать будет нереально, сейчас уже сложно 10 платформ перевозить, да, на большие расстояния, на маленькие нет проблем, мы их за ночь перевозим, а вот на большие проблемы. Это первое, откачка меда, в этом году мы, скажем так, наверное, максимальное количество от того, что мы держали, взяли, и уже становится достаточно проблематична откачка, то есть требуется, если мы будем увеличиваться, уже линию ставить, линия будет вылезти, влечь за собой постройку цеха, то есть специальное помещение, где будет производиться откачка. Опять же, амшаник у нас где-то на 400 семей, если мы превысим эту цифру, то придется строить амшаник, то есть тут везде, смотрите, на данный момент у нас как бы работа комфортная, но я понимаю, что узкое горлышко где-то вот оно все-таки есть, есть, присутствует. И самый важный момент, который мы уже будем менять, это замена маток, то есть будем уходить от изоляторов, с изоляторами, я считаю, пасека там в 200, может быть, с небольшим в 300 семей, еще нормально, но дальше уже сложно, поэтому будем менять по-другому, и кстати, но тут будет комплексный подход, то есть мы упростим саму технологию и облегчим замену маток, что как, и я сейчас рассказывать не буду, как отработаем, видео будут на канале, я думаю, потихонечку буду рассказывать. Рафис Сейфурин задает вопрос, отличается ли вкус и качество меда от того, какая порода пчелы его собирала? Ну, сложно ответить на этот вопрос, как бы, я не проводил там экспериментов, исследований, поэтому объективных данных нет. Мне кажется, что если человеку завязать глаза и дать 10 сортов меда от разных пород, будет очень сложно определить, даже невозможно будет определить, если они стояли в одном месте. Поэтому, может быть, по составу отличия будут какие-то, по вкусовым качествам, я думаю, уловить. По химическому анализу, да, ты имеешь в виду? По исследованию меда, да. Настя Настенька задает вопрос, Настя Настенька задает, Влад тебе вопрос, можете его в личку написать? Влад, не скучно молодым заниматься пчелой, общения маловато, все в лесу, да в поле. Да нет, я говорю, мне нравится пчеловодство, а значит того, что... Я слышу некую скрытую надежду в этом вопросе, Влад. Я так скажу. Ну, на самом деле, у меня жена, трое ребятишек, поэтому... Ты женат, у тебя трое детей, да? Да, Значит, отвечая на вопрос, у нас сторож на пасеке живет, поэтому мы туда ездим работать, я не живу на пасеке, я не живу в лесу, мы не пропадаем там, мы как все нормальные люди. Ездим на работе. Это был последний вопрос, и, пожалуй, станется только подвести итоги. Андрей, я предлагаю у нас по времени, мы прям быстро-быстро-быстро пробежались, я предлагаю просто топить дальше. Вопрос задает Александр Привалов. Мне этот вопрос, очень тоже интересно послушать ответ. Вопрос. Как лучше привить интерес к пчеловодству нашим детям? Ведь не только ради денег занимаемся. Как это было у вас? Вот, кстати, вопрос, он не просто классный, он прям не очень понравился. Смотрите, если вы будете заставлять ребенка что-то делать, это все равно, что, ну, я считаю, это в корне неверно. что касается обучения, чтения, любого, любого, абсолютно любого дела нужно заинтересовать ребенка. Взрослому как бы ума больше, да, и мы можем как-то, ну, так грубо скажем, обмануть ребенка, так с другой стороны преподнести, чтобы ему стало это интересно. И что вот я делаю сейчас? Я, значит, купил по несколько пакетов своим девчонкам, одно и 14 лет, другое 15 лет, у них есть свои пчелы, они там трогают, щупают, пытаются там переносить личинку, им это интересно, никакого там меда, никаких там тяжелых корпусов, то есть, пока им это интересно. Сейчас мы обрабатываем химией пасеку, а у них, ну, контрольная группа семей, они немножко размножили их, они пробуют это делать без химии, то есть, только органические кислоты, зоотехнические там приемы определенные будут, ну, скажем, народная медицина в виде полыни там и эфирных масел. Подорожник там, чесночок. То есть, им это интересно, если они будут делать все то же самое, что мы, это они два раза кулю подошли за сезон и все. А это у них, сейчас у них есть интерес, то есть, всегда нужно заинтересовать ребенка. Когда ребенок горит, когда ребенок хочет, ну, тогда будет результат. С учебой все то же самое. У кого из дочерей получается лучше? Есть уже явный лидер? У кого там все легко, а кому тяжелее? Ну, одна терпит укус, а другая не терпит, не нравится. Но костюм, перчатки, да, я объясняю, что между ними есть конкуренция? Ты как-то подогреваешь конкуренцию, что одна лучше, другая, чтобы они друг друга тянули? Андрей, пока, я так скажу, пока у них пасеки небольшие, зачем большие пасеки, если у них есть папа? Нет, я все-таки хочу, чтобы они занимались, чего? Мне медовое направление однозначно. Мотководы, растут мотководы, я так понимаю. Мотководство, это пыльца, это пакеты, ну, то есть, разведение скаточное молочко. Пожалуйста. Медовым направлением будет заниматься сын, когда подрастет. Он уже собирается, я у него спрашиваю, ты в школу пойдешь? Нет, а что будешь делать? С папом работать. Все, он уже в школу не собирается. Нам опять попался Владимир Литвинов. Пап, вопрос тебе. Чем обрызгать улей и пчел во время напада? Ваш опыт, есть рекомендация обрызгать жидким дымом? Твое мнение, спасибо за ответ. Есть рекомендация, не провоцируйте воровство. Если нету взятка, просыпаетесь пораньше, работаете, только начинают лезть, закрываете, сворачиваетесь, идете спать. Вечером сели, опять одеваетесь, пошли работать. Но мы так делаем, то есть, если напад, работать невозможно, либо конструируете какие-нибудь будки, я не знаю, как вот на Ютубе показывают, одевают, палатку и работают. Пожалуйста, такой вариант. Окей, спасибо за ответ. Следующий вопрос, Максим Ермаков. Влад, доброе утро. Доброе утро, Максим. Скажите, пожалуйста, у нас, сейчас скажу, 12-10, 10 минут первого. Доброе утро, скоро утро. Оно очень, очень рано. Максим, как почувствовал, когда тебе задать вопрос? Значит, Влад, скажите, пожалуйста, реально пчеловодить в восьмирамочных ульях? Есть ли за ними будущее, на ваш взгляд? Облегчит ли трудозатраты или затруднит? Возможно, использовать восьмирамочные киноплатформах? Жду ваших ответов. С уважением, Максим. Я считаю, возможно, их же используют и проблем особых нету. Вот я не знаю, как с обновлением гнезда будет. Вот смотрите, я так отвечу. Есть регионы, где есть обилие пыльцы. То есть пчелы забивают по три, по четыре рамки пергой. Причем, магазин еще ставить рано, у них только гнездо. Поэтому в этом случае может быть какие-то пыльцесборники поставить. А в целом восемь рамок, я считаю, будет достаточно. Потому что есть видео, я уже говорил, где шестирамочники держат. и получают хороший результат. Значит, вопрос задает Елена ВТ. Влад Белозеров делает отводок на старую матку от половины семей. Что он делает с этим отводком в конце сезона, чтобы пасека не разрасталась? И собирают ли отводки товарный мед в этом сезоне? Хороший вопрос. От всех семей отводки сделать не получится. То есть, все равно не 50%, во-первых. Во-вторых, этот отводок используется, как я уже говорил в одном из видео по содержанию, что мы их используем как матку-помощницу, в общем-то. То есть, расплод забирается в основную семью для увеличения силы ихней. И данные отводки, и вариантов много, что хотите, то и делайте. Надо увеличивать пасеку, заменили маток, у вас ремонтные семьи на весну есть. Объединили отводки, допустим, сыпали их. Пожалуйста, он на медосборе работает. Там вариантов много, у нас только раз. Если есть с чем работать, пожалуйста, делайте, что хотите. Ты не используешь методику, когда, например, стоит семья-дублер, она развивается параллельно, там отводок сделали в начале сезона. К концу сезона он в самостоятельном режиме достиг каких-то размеров, и потом этот дублер просто объединяется с основной семьей, чтобы максимально крепкую семью отправить в зиму. Нет, не использую. Ольга Кузнецова спрашивает, как вы перетапливаете рамки? Ой, это больная тигма. Я не люблю это вообще, ужасно не люблю. Это самая нелюбимая работа после продажи меда. Вырезаются рамки, перетапливаются, выжимаются все это. В общем-то, там никаких... Вообще, Андрей, я хочу уйти от этого. То есть, в одних из, наверное, тоже в ближайшие, там, год-два, я планирую вообще уйти от перетопки рам. То есть... Просто выбрасывать или что-то с ними? Нет, мы не будем просто выбрасывать, это будет все конвейером работать. То есть рамки будут уходить вместе с пакетами, с отводками. То есть они будут все это продаваться, реализовываться вместе с пакетом. Окей. Следующий вопрос. Яна Яцкр, если нет, если правильно написано имя. Анна Яцкр, здравствуйте, имею 200 плюс семей, вы повидали многое. Был ли у вас кризис, были ли у вас кризисы, когда хотелось все бросить и с чем они были связаны? Единственное, что мне сразу пришло на ум, это, по-моему, году, наверное, в 15-м, наверное, нет, может, в 14-м, мы использовали полоски, купили полоски с амитразом, поставили на 100 семей, открываем очередную пачку и такой специфический запах. То есть все полоски, которые мы поставили до этого, они были без акарицида. То есть представляете, мы какую работу сделали? То есть я не знаю, производитель, как они это делают, в следующем видео я покажу эти полоски этого производителя, обязательно, потому что, и, может быть, даже вскрою, покажу, как они выглядят. Так можно чай макать, они экологически чистые. И смотрите, что пришлось. А перед этим мы обрабатывали пчел от плеча дымпушкой. И там какие-то проблемы были, там немножко сыпалась пчела, и получилась такая ситуация, что нам некуда деваться, и пришлось еще раз обработать дымпушкой. И после обработки, опять же, обрабатывали бессонаром, без превышения. Потом мы пересчитали, то есть то количество, которое рекомендовано, и которое мы использовали, мы использовали 90% под рекомендуемые, значит, лозы. Влад завис. После обработки у нас мы положили где-то процентов 70-80 пасеки. То есть на тот момент у нас было 180 семей, мы планово росли, дошли до 180 семей, а зима у нас пошло где-то, по-моему, 60-70 семей на 3-4 рамках. То есть... Что помогло справиться с кризисом? Да ну, да ничего не помогло. Весной потихоньку нянчились, покупили пакетов, и вот, так скажем, у нас основное направление медовое, поэтому взять и разделить отводки, то есть воспроизвести, как бы, пасеку своими силами, но нет такой возможности. Основной доход у нас меда. Александр Черкасов. Молодец, Влад, удачи тебе, все здорово. Вопроса нету. Давай последний вопрос. Он по времени пришел буквально в последние секунды, когда у нас истекало время, поэтому мы его однозначно должны задать. Это на моем канале? На обоих каналах. Этот перечень вопросов пришел к тебе на канал, Влад Белозеров, буквально в 23.00. Михаил Кирилюк. Михаил задал вопрос в 23.00 успел. Это его последняя фраза была в этом вопросе. Молодец, это был последний вопрос. Доброе время суток. Спасибо, что делитесь опытом. Ваши ролики очень качественные и содержательные, с душой. Просмотрев ваши видео, особенно 300 плюс 145 годовой цикл, имею несколько вопросов. Влад, вопрос первый. Как в ваших условиях вы определяете слабые семьи? Сколько расплода, на какое число должно быть? Если правильно, я понял. То есть, слабая семья, это что в твоем понимании? Это семья, которая не наберет силу самостоятельно главному взятку, которой надо помочь. Как ты это понимаешь? Как я это понимаю? Откуда ты знаешь, наберет она или не наберет? Потому что я вижу, как происходит развитие, сколько количества расплода, сколько обсижена, как качество расплода. То есть, много факторов. Если там 2-3 рамки, Андрей, там о чем вообще разговаривать? Нет, Если там 5-6 рамок, и они, скажем, от бруска до бруска в расплоде, там хорошо плотно обсижены пчелой, и семья стартует, вопросов нет, тут там как бы с ним даже подходить не надо. Вопрос номер 2. Андрей, секунду, ты фактически просто по общему виду семьи, по количеству расплода, по количеству пчелы, понимаешь, успевает, Андрей, мы всегда делаем в определенное количество, в определенное время мы выводим всех пчел к одному, к одной силе, так скажем. То есть, они все становятся ровненькие. Причем, эта сила рассчитывается на главный медосбор, чтобы она не пришлась до него, и чтобы семьи не вошли в его состояние. Поэтому в определенный момент времени все семьи выравниваются. Следующий вопрос. Есть ли у тебя нуклеусы и зимуешь ли ты нуклеус? Нуклеусов нет. А, кстати, еще маленько дополню предыдущий вопрос. Значит, выравнивание делается еще для чего? Чтобы производить в последующем одну и ту же работу. Накидываем решетки, магазины в одно время, вторые магазины, ващину ставим. То есть, все становится сразу на рельсы, на свои места, и нету вот этой вот разношерстности. Упрощают работу. Какое время начинаете замену маток с помощью изолятора? В зависимости от погоды, в зависимости на какое число нам приходят матки. Созваниваемся с матководом, он говорит, значит, отправляю, скажем, 15-го числа. У нас матки 18-го, значит, 4-й 20-го мая. Ну и, исходя из этой цифры, начинаем подготовку. То есть, все здесь, много факторов. Андрей, четвертый вопрос. Боретесь ли с осами после закорма сахаром, а также с мышами? Какими способами? Ос нету, как бы, ну, есть, но они не беспокоят в таком масштабе, чтобы с ними вести борьбу. с мышами отвечал уже. Политику, ты слышишь, что я вообще задаю вопросы Владу о жизни? Самое важное. О жизни. Ладно, давай, выбирай победителя. На Марсе будешь задавать. Влад, возьми его с собой на Марс. Игрен Батон. Он жену берет, там места нету. Я с тобой на Марсе. Возьмешь еще свою, 4-й. И кожа заберите с собой. Так как матом в нашей программе ругаться нельзя. Уважаемые коллеги, во-первых, большое спасибо, что вы участвовали в этой съемке. Всем зрителям, кто досмотрел до этого места, большое спасибо за ваше терпение. Надеюсь, было интересно. Пришла пора подвести итоги и в том числе назвать победителей конкурса, за предкоторый назначал Влад и приз, который пообещали вручить мы нашим зрителям. Итак, напоминаю, тот, кто задал самый интересный творческий и глубокий вопрос на канале Влада, рискует получить его подарок. Тот, кто аналогичный вопрос задал у нас на канале А2Апис, должен получить будет от нас в подарок маточку. Влад, кого же ты выбрал? Прежде чем назвать имя победителя, хотелось бы поблагодарить всех кто задавал вопросы и на канале А2Апис и на моем канале. Всем большое спасибо. Вопросов много было интересных, некоторые вопросы не получилось задать, потому что чисто по временным лимитам мы не укладывались, какие-то вопросы повторялись. Поэтому надеюсь, что люди поймут, что не будет никаких обид или недопониманий каких-то. значит, еще хочу поблагодарить вас за приятное общение и самое главное, я не больный эмоциональный человек, как вы заметили, и хочу сказать большое спасибо за подарок, который вы сделали, я имею в виду маток, я это ценю, может быть... Я так надеюсь, что он забыл. Спасибо. Я так надеюсь, что он забыл. Да? Нет, я не забываю, я все помню, я помню, когда люди делают добро, когда люди поступают хорошо. И хочу, мне понравился вопрос, знаете, какой, который, наверное, будет волновать очень многих, это... Ну, понятно, что мы сами пчеловоды, нам это нравится, и хочется, чтобы наши дети тоже как бы заинтересовались этой профессией, чтобы они тоже держали пчел, чтобы они тоже полюбили это дело. И вопрос, как привить детям любовь к пчелам, мне кажется, он актуален для каждого пчеловода. Ну, от кого же, от кого же этот вопрос? Я, к сожалению, не помню имя, если... Сейчас мы посмотрим в нашем списке, кто же задал этот вопрос. Вопрос прозвучал из уст... По-моему, номер 37. Александр Привалов, да, вопрос, как лучше привить интерес к пчеловодству нашим детям. Вопрос действительно очень актуальный. Александр Привалов, я под вашим комментарием оставлю номер телефона, мне... Ну, позвоните, смс, ватсап, любые... Как удобнее надо связаться, мы решим, как доставить, каким образом выигрыш вас. Я вас поздравляю. Александр, поздравления ваши. Поздравляю вас. Задали очень интересный, глубокий вопрос, который мне тоже очень интересно было и озвучить, и услышать на него ответ у Влада. А что же, Андрей, кого же выберем мы с тобой? Ну, по-моему, ты уже выбрал. Я выбрал. Я перещать не буду. Я открою секрет, мы долго спорили, вопросов действительно было в лидерах несколько, и каждый свой вкус. Нам пришлось даже бросить монету среди двух лидеров оказался Орел, тот, и оскар goes to Виктор Козик за вопрос о том, мед у дедушки в деревне и с десятью ульями разница между медом у промышленного пчеловода и у дедушки с десяти ульями. Виктор, данный Оскар принадлежит вам, по крайней мере, это переходящая награда. Сегодня это награда от нашего канала А2Апис. временно находится в ваших руках, я ее просто держу.